В Москве салют к 9 мая пошел не по плану. Его запустили прямо в скопление людей. Инцидент произошел в районе Кузьминки. Как сообщает телеграм-канала, один из зарядов фейерверка разорвался слишком низко и осыпал толпу. По данным телеграм-канала БАЗа, травмировалась одна девушка. Она подвернула ногу, когда убегала от летевших горящих частей фейерверка. Предварительно с ожогами к медикам никто не обращался. Примечательно, что и сам парад в столице РФ был полон внеплановых ситуаций. К примеру, замначальника Рязанского училища ВДВ полковник Сергей Молочников и начальник Академии МЧС генерал-лейтенант Виктор Панченков, возглавлявшие порядные расчеты на Красной площади, не отдали честь Путину при личной встрече. Как сообщает телеграм-канал The Moscow Times, один из командиров объяснил, что все сделал по уставу. Он отметил, что в строю рука к головному убору не прикладывается, а воинское приветствие выполняется вне строя. Почему остальные командиры решили отдать честь Путину, начальник Академии МЧС не знает. Сам российский диктатор Владимир Путин во время парада сидел на одной трибуне с военными преступниками. Как сообщает телеграм-канал агентства новости, за спинами глав Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана организаторы парада посадили двоих военных из подразделений, которые украинские власти обвиняют в военных преступлениях, а третий участвовал в штурме Мариуполя. К примеру, майор Артур Орлов, который сидел за Такаевым, командовал танковым батальоном 90-й гвардейской танковой дивизии. Осенью 2022 года военных 90-й танковой дивизии украинская полиция обвинила в групповом изнасиловании беременной женщины, которая впоследствии потеряла ребенка. Не порадовала участников парада и погода. 9 мая в Москве стала одним из самых холодных за всю историю наблюдений. Во время парада впервые за 79 лет шел снег. Утренняя температура воздуха в Москве составляла минус 2 градуса. В целом, сам парад победы в Москве оказался еще скромнее, чем год назад. Как сообщает BBC News русская служба, по численности военной техники он поставил антирекорд в истории современной России. По Красной площади проехала всего 61 единица бронетехники. Это вдвое меньше, чем в прошлом году, когда в параде участвовали 125 различных машин. Кроме того, в небе пролетели 15 боевых самолетов. Это тоже самая малочисленная авиационная группа за все предыдущие годы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok